Динамовцы продолжают атаковать. Кагарлицкий с шайбой. Так пассивно, я бы сказал, динамовцы играют. Очень хорошая передача, бросок. Да, сейчас просто какое-то чудо. Повтор посмотрите, представляете, какие моменты. Как она туда не попала, непонятно. А вот еще один. Да, забавно. Зачем много бегать, когда можно играть в пас? Зарипов сбрасывает на Маркова, получает шайбу обратно. И великолепная передача в центр на Попова. Попов так бросил, но бросок не очень сильный. Через него, скорее всего, будут развиваться атаки динамовцев. Сейчас они в зону вошли и встали. Хорошая передача от Закрессона. Пас на пятак, там борьба. Ну. А Гарлицкий с шайбой. Ну, так из борьбы. Хиеттанину отдал. Бросок. И из шайбы залетает в ворота. Койвиста бросал. И так не совсем логично после серии рикошетов. Давайте разбираться, как она туда попала. Юдин возвращается со скамейки штрафников. И динамовцы открывают счет. Надо сказать, я так смотрю, Зарипов такой легкий. Что значит отдохнул? Несколько мочи. Да, и вот сейчас забавно. Воробьев напоминает Ореховскому, что у них еще будет быть... О! Наталья, чрезвычайно забавно. Тем более, что Зарипов забрасывает свою 400-ю шайбу в карьере. Сравнивает счет. И... И счет становится 1-1. Я здесь добавлю, Леонид, что слишком рано. Динамовцы подумали о том, что у них будет 30 секунд большинства. Да, и только мы заговорили о Зарипове. Так, казанцы уверенно контролируют. Но вот эта передача на Маркову не очень удобная была. Хотя, сохраняют казанцы шайбу. Ландер. Пас с неудобной руки на пятак. Все хочу... И... Делать нечего, только вбрасывает зону. Хиетанин выбрасывает из зоны. Одни вбрасывают, другие выбрасывают. Алексеев. Хорошая позиция. И бросок неплохой. И добивание. Как сейчас Закрессон не попал. Никаких авантюрных действий. Что не мудрено, что игроки часто теряют шайбу. Просто там продолжения нет. Каждый с каждым. И... В принципе, тяжело что-либо сделать. Ну вот, может быть, сейчас Бурмистров. Вот такие нужные, нестандартные действия. Один в один нужно обыграть. По защитнику. Бросок. Гол. Да, так как мы и думали. Бурмистров сделал передачу на постму. Бросок. И шайба в воротах. Да. Только мы сказали о нестандартных действиях. И, собственно говоря, Бурмистров попытался это сделать. У борта... На... По крайней мере... Бросок. Отбил Гарипов. Да. Видимо, уже сложно будет делать, если только Кагарлицкий что-то невероятное придумает. А это ему придумывать не удалось. Ну что ж. Казанцев с победой. Динамовцам не расстраиваться. Неплохая игра. Да, обидно, конечно, для них. Они уже в одну шайбу такую игру проигрывают. Но... Будем надеяться, что в будущем ситуация. Изменится. Да. Да.